Девушки отдыхают 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 Я не должен ехать, покупать цветы и уделять вам внимание. Чтобы мы радовали мужчин, чтобы радовались сами, ну и как бы, чтобы мы считали себя необходимо, нужными. Эрасик поздравляет всех с праздником! Друзья, знаете, о чем я только что подумал? Бедные наши мамы. Помимо того, что они укладывают нас спать, готовят, убирают, они еще и собирают нас в школу. А сейчас появилось столько новых предметов. К примеру, робототехника, английский стал очень глубоко изучаться. И, кстати, сегодня мы сделаем репортаж именно о современных школах. Какой должна быть современная школа? Нормальной. Должна давать знания? Интересной. Она должна не мучить детей. Должна быть создана по современной технологии. Сколько всего поменялось с тех пор, когда учились наши родители, бабушки и дедушки? Много чего. Поменялся уклад жизни, сменились поколения. И современная школа продолжает идти в новую современную. Благодаря интернету и новым технологиям учебный процесс стал удобнее и легче. Во многих школах старое оборудование заменяют на новое, современное. Все для того, чтобы создать ученикам комфортные условия. Не приходится пачкать новую школьную форму мелом. Есть же электронные доски. И нужно исписывать тонны бумаги вручную. Есть принтер, который предоставит готовый конспект или задание. Ну, скорее всего, чтобы было оборудование для опытов, например, на химико-физике, чтобы лабораторные работы, все это. Проводить разные опыты. А то так скучно без этого. Ну, современная школа должна учитывать конкретные особенности ученика, то есть его увлечение, давить на профильные предметы, которые ему интересны. Ну, как мне кажется. У каждого ученика должны быть возможности к саморазвитию, к развитию своей личности. Главное это все-таки учителя. И я не могу говорить, что они должны что-то делать или нет. Но просто быть немного понимающими. Что-либо, чуть более понимающими. Совсем чуть-чуть. Тяжелые портфели? Не беда. Уже существуют школы, в которых все учебники в планшетах. Их удобно, и главное, легко носить с собой. Даже оценку по контролю не обязательно спрашивать у учителя. Достаточно дома открыть электронный дневник и оследить свою успеваемость. Ну, современная школа, наверное, в первую очередь отличается тем, чем отличается старое общество от нового общества. Поменялись ценности, поменялись приоритеты, немножко поменялись. Но это, конечно, сказывается и на детях тоже. Ну, и дети, конечно, стали более мобильнее, свободнее и более раскованнее. Но это, наверное, интереснее. С такими детьми гораздо интереснее работать. Более высокие требования от родителей сейчас идут к школе. Значит, ну, честно говоря, и от школы тоже идут более высокие требования. Мир меняется. Количество информации в мире увеличивается. Соответственно, мы требуем от ребят, чтобы они более активно работали. В современной школе тандем учитель-ученик, он выше. На более высоком уровне, чего не было раньше. Есть возможность с помощью цифровых технологий общаться с ребятами и давать им домашнее задание. Проводить мобильные олимпиады, например. То, что раньше этого не было совершенно. Все вот эти новшества, новаторства, они идут на пользу. Идут на пользу. Ну, это мое мнение. И нужно усовершенствовать и усовершенствовать образование. Конечно, немаловажно и пространство, в котором дети грызут гранит науки. Хоть большинство школ все еще сохранили старый тип зданий, которые с виду больше напоминают серую бесформенную коробку. Но настоящие современные школы уже давно имеют вид ничуть не отличающиеся от высших учебных заведений. Какие изменения ты бы внесла в современную школу? Перемены подлиннее, чтобы люди могли отдыхать? Ну, чтобы школа была не с 9, а с 10, чтобы ученики в Испасе более бодрее были. Ну, я бы вел гимназический класс. Школа больше зависит, мне кажется, от учеников, чем от чего-либо другого. А здесь уже сложно что-либо менять. Просто вот либо люди такие, либо какие-то другие. Ну, допустим, мне не нравится ИЗО, музыка. Просто потому, что они мне не понадобятся, я думаю. И я бы хотел, ну, вместо них, чтобы как бы больше были часов математики или там каких-нибудь предметов, которые мне будут, ну, как бы нравятся более и будут понадобятся. Что бы меньше задавали, особенно по истории, да? Вместо учебников были бы только компьютеры. В первую очередь я бы переработал систему образования, а после я бы отменил форму. Я, честно говоря, то же самое. Надоело ходить в этой школе. Красивый фасад зданий с чистыми ровными дорожками, лавочками, площадками и зеленой растительностью. Изнутри это большие залы, коридоры, просторные классы, побольше окон и света, удобные парты и стулья. Гораздо приятнее учиться, когда все чисто и красиво. Что ученику важно для комфортной учебы? Условия, естественно, в плане просто... Нормальный класс, как бы парты, стулья, учебники. Ну, это все, в принципе, есть. Чтоб книг меньше было, неудобно их себе тащить. Ну, мне кажется, чтобы урок был разделен на, там, может, минут 20. Новый материал, потом минут 5, не знаю, там, скажем так, передышка. И уже дальше продолжать, остальные 15 минут учиться. Доступные бесплатные книги. Они у нас так бесплатные. Это хороший плюс весьма. Для комфортной учебы важны, ну, как бы, больше времени для воздуха, перемены. Если кто-то не высыпается, то, чтобы уроки перенесли, ну, допустим, с 9 на 10. Как по мне, для комфортной учебы надо, во-первых, оцифровать все данные и брать их в маленьком устройстве. И заниматься не в маленьких классах, а, ну, как-то посвободней. Меньше нагрузки. Хороший преподаватель и, наверное, класс. Все дети разные. У каждого свои интересы и тяга к чему-то творческому. Поэтому, чем больше современная школа предоставит секции кружков, тем лучше. А их уж точно очень много. Школа – второй дом ребенка. Здесь мы растем, общаемся со сверстниками, получаем новые знания и опыт. Школа должна учить нас, как жить в современном мире и чувствовать себя комфортно в современном обществе. Для этого образование школы уже прошли некоторые изменения. Но они все еще продолжают идти в ногу со временем. Над репортажем работала Алина Сафонова. А, кстати, хочу поздравить учителей с 8 марта. Чаще всего они являются женщинами. Иди с нами, не сойди с ума. Мы бегаем, кидаемся самолетиками, кричим. А что происходит на перемене? Об этом я уже вообще молчу. А съемочная группа «Ерасика» порассуждает. Правильно ли, что каждого учителя один раз в пять лет проверяют у психологов? Ты знаешь о недавно принятом законе про обязательное прохождение учителями психиатрического обследования? Нет. Да, я об этом слышала. О, нет, не знаю. Да, слышала, читала. Конечно. Да, слышала по новостям. Я слышала об этом, что есть такие предложения на то, что это определило уже форму закона. Я, наверное, еще не узнала об этом. В какой-то степени, возможно, это и нужно. Но в любом случае мы каждый год, ежегодно проходим обследования, в том числе и ходим к психологу. И дополнительно назначать, я думаю, смысла в принципе никакого нет. В республике был принят закон об обязательном прохождении учителями психиатрического обследования. Проводиться это будет раз в пять лет. Такое решение было принято с целью обезопасить учеников от девиантного поведения педагогов, то есть отклоняющегося от норм. Наверное, есть случаи, которые заставляют депутатов думать об этом и предлагать такие законы. Но мне кажется, они не настолько частые, чтобы действительно пытаться встать на сторону ученика и обвинить только учителя в каких-то противоправных действиях. Ну, на мой взгляд, понятное дело, что работа с детьми это очень важный процесс, это очень важный процесс во всех отношениях. По этой причине с нашими детьми должны работать преподаватели, которые в том числе в психологическом плане могут достойно себя проявлять и вести. С каждым годом инцидентов с учителями и преподавателями становится все больше. Вспомнить, к примеру, Виктора Садлинского, школьный учитель ОБЖ, который был уволен за избиение девятиклассников. Еще один случай был зафиксирован в Москве, но в этот раз все иначе. Ученик восьмого класса разбил голову учительницы за случайно испорченные наушники. Справедливости ради хочу отметить, что учитель для того и учился в институте. Он не просто человек, который знает свой предмет, он еще и психолог. Поэтому поддаваться на эти провокации, конечно, нельзя. Нужно уметь грамотно, не унижая достоинства ребенка, выйти из ситуации. К несчастью, такие случаи не редкость. Как ученики становятся виновными в подобных неприятных инцидентах, так и учителя. Стало быть в опасности и те, и другие. Что с этим делать? На твой взгляд, кто чаще бывает виновным в инцидентах преподавателей и учеников? Скорее, чаще бывают ученики виновны, потому что, как все правило, они возникают как провокаторы. Но при всем при этом, учителя взрослые люди, они обучались преподаванию, технике преподавания, если так можно сказать. И они тоже в некоторой степени виноваты. Я считаю, скорее, учителя, потому что ученики, они больше подростки и дети, и для них это время как бы сложнее. Боюсь показаться сейчас учителем, но мне кажется, что все-таки провокаторами очень часто выступают ученики. Чаще всего виноват бывает ученик, потому что это провокатор. То есть учитель, мне кажется, просто так не начнет ни с чего, он просто ругать не сможет. Психически ненормальные учителя в школе не работают, поэтому не знаю, от кого от кого ограждать надо. Учителей доводят ученики, но иногда учителя просто встречаются такие, что им надо, их надо довести. Учителя должны знать, как работать с детьми, если они будут психически неуравновешены. Это будет как-нибудь как-то сложно, нет? Это не ОК, это не норма общества. Бывают такие ситуации, что ученики не дают в полной мере реализовать урок, который проходит. От психического здоровья учителей также зависит психическое здоровье учеников, поэтому я считаю, что это очень важно. С Северной Сетью такие события обошлись стороной, но вспомнить можно бывшего депутата Василия Гагичаева, который избил на глазах у школьников учительницу. Пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы, а родители учеников – жалобы на главу города. После случившегося Гагичаев добровольно объявил о сложении депутатских полномочий. Всегда остается много вопросов. Будут ли благодаря новому закону защищены ученики? Учеников ли надо защищать? Быть может, просто стоит обратить внимание на всеми забытые уважения к себе и окружающим? Наши родители доверяют наше развитие, нашей жизни, когда мы находимся в школе нашим учителям, и они должны быть полностью уверены в том, что с нами ничего не случится, и что учителя в адекватном состоянии. Учителя не всегда ведут себя правильно, и это им поможет в дальнейшем работать с учениками. Когда ребенок не перегибает палку, а учитель начинает на него просто так кричать и занижать прям откровенно оценки, это ненормально. Проверка психологического состояния учителей – это не то, что влияет на отношения учителей и детей. Мне кажется, там нужны другие меры. Я считаю, это полностью правильно. Мне кажется, эти осмотры нужно проводить даже чаще, чем раз в пять лет. Ну, каждый год примерно. В принципе, учителя всегда благополучно настроены бывают к детям, хотят им дать знания, умения, навыки. И в какой-то степени учителя приходят работать в школу, потому что у них есть потребность дать им знания, умения, навыки. В определенном возрасте у учителей появляется необходимость помощи. Были такие ситуации, когда учитель просто набрасывался на ученика. В полной мере этот вопрос, этот закон не решит, потому что все-таки любой даже психологически устойчивый человек, у которого с психикой все в порядке, может себя иногда проявлять не совсем адекватно в силу определенных обстоятельств. Поэтому в полной мере данный закон проблему никак не решит, на мой взгляд. Ушло уважение к учителю по разным причинам, но мне кажется, что сейчас в целом среди людей все-таки больше принято больше неуважения. Хотя, безусловно, конечно, всех равнять под одну ребенку нельзя. Но при этом есть же еще и другое – это подростки, которыми нужно заниматься. То есть свобода, которую получили многие, она не может быть неограниченной. Каждый уважающий себя человек не позволит ни себе, ни кому-либо другому оскорблять или унижать себя и других. Возможно, если бы наше общество состояло из таких людей, законы об учителях и психотерапевтах были бы вовсе нужны. На мой взгляд, больше ответственность всегда лежит на учителя, так как он старше, он мудрее, он знал больше, а ребенок только растет, только учится реагировать. Я работаю в этой школе уже десятый год, получается, и, не знаю, вот девятное поведение со стороны учителя практически не встречается. И в большинстве случаев учителя очень положительно настроены к работе с учениками. Когда учителя пытаются ввести в какие-то рамки, объясняя, что такое хорошо и что такое плохо, подростки сопротивляются, потому что за пределами школы им много что дозволено. Поэтому, конечно, нужно заниматься все вместе. Это полезно, это поможет учителям и ученикам уловить эту тонкую нить в земном понимании. Чтобы проверить учителей на психическое здоровье, я считаю, что это необходимо, потому что в наше время очень много стресса и... Проблем? Ну да. Безусловно, в каждой профессии есть исключение, потому что, опять же, это не профессия накладывает, это просто бывают люди, кто, возможно, допускает какие-то неправильные действия. Но это не... это исключение, это не правило. Аслан Санакоев, корреспондент школы юных журналистов «Эрасик». Хеток, Хеток, что ты делаешь? Снимаем уже. Ой, прости, я выбирал произведение для участия в городском этапе конкурса «Живая классика». Кстати говоря, корреспонденты «Эрасика» подготовили репортаж, как проходил школьный этап в 47-й школе. «Живая классика» – международный конкурс честцов, в котором участвуют школьники. Первый этап – классный. Куратор выбирает примерно 7 детей, из которых побеждают только самые достойные. Но независимо от количества, может выбрать все 7 или только один. Вы сами захотели участвовать в этом конкурсе или ваш классный руководитель сказал «давайте, вам надо участвовать»? Честно, первый раз, когда я участвовала в 4-м классе, то мне его предложил руководитель. И я и других участвовала в конкурсах на 9 мая. И она знала то, что есть стопроцентные, то, что я смогу пробиться в участники. И она мне предложила, и я согласилась. Я захотела сама участвовать. Я здесь с 5-го класса, и с 5-го класса я участвую во всяких разных конкурсах. Второй этап – школьный. Дети, которые побеждают в классном конкурсе, попадают сюда. Но побеждают лишь трое. Жюри оценивают выродительность, дикцию, темп, с которым читает ребенок. Запинки и ошибки не считаются. Прочти фрагмент из своего произведения, пожалуйста. Для меня музыка – это все. Только не симфоническая, не Петя и Волк. Я ее не очень. Я люблю такую, как когда играл музыкант на золотом саксофоне. Мы с моим дядей Женей ходили в Дом культуры. Он врач, ухо-горвонос. Но для него музыка – это все. Третий этап – республика. Из трех выигрышек выбирают одного. И последняя – Россия. По одному человеку из каждой школы России соревнуются призовые места. Вот насчет выигрыша. Для вас главная победа или именно участие, сам процесс? Конечно, победа для всех важна. Но я считаю, даже если не победил, самое главное – то, что должно быть, то, что ты хотя бы участвовал в конкурсе. Золотые слова. Для меня самое главное – это участие. Не важно, выиграю я или нет. А для чего вы участвуете в этом конкурсе? Для веселья, забавы и чтобы победить. Для себя. Общение больше. Все-таки, когда ты слушаешь участников, ты узнаешь новые произведения, новые отрывки, новую манеру, как другие рассказывают. Мне это очень нравится. Я очень люблю литературу. Я тоже много раз выступала. И сегодня тоже первый раз я выиграла. То есть у вас это проходит на сцене? На сцене вы себя чувствуете поувереннее, так? Так. Что-то вроде этого. Сейчас я возьму интервью у трех победителей живой классики. Ну, точнее, двух, потому что один из этих победителей – это я. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вы не считаете, что вы кого-то обидели тем, что победили, например, друга или того, как, по вашему мнению, более достойный? Не знаю. Если честно, я полагаюсь на мнение жюри, как они выбрали. Так, думаю, честно. Кстати, наши коллеги из Компас-ТВ из Греции тоже участвуют в живой классике. И Мария – также и участник, и корреспондент, как и я. Живой классику делаем мы! Мне повезло, так как я могу участвовать на конкурсе не только как чтец, но и как корреспондент Международной детской редакции «Живая классика». Мария Челикопулу. Греция – город Салоники. Специально для международной детской редакции «Живая классика». На самом деле, неважно, выиграл ты или поиграл. Главное то, как ты удивил слушателей и жюри. Главное, чтобы тебе говорили. Выкладывайся по максимуму и не стесняйся ничего. О «Живой классике» рассказывал корреспондент программы «Расик» Арсен Нанян. Вернемся к нашему празднику. Самые главные виновники – это, конечно же, наши мамы. Они помимо того, что убирают за нами, они еще и убирают за нашими домашними животными. Вот у меня, к примеру, две собаки. А если бы не мама у Алиты, у нас бы не получился такой замечательный сюжет. Я очень сильно ее убеждала. Мамочка, ну купи мне, пожалуйста. Папа не разрешал. Ну, потом мама согласилась, и она уговорила папу. Всем привет! Я Амина. В своем репортаже решила рассказать о самом популярном животном в этом году. И это крыса. Добрая, белая, ручная. Крыса появилась на Земле на 48 миллионов лет раньше, чем люди. В среднем на каждого жителя планеты приходится по две крысы. У крысы сердце пульсирует со скоростью 500 раз в минуту. У домовой мыши сердце сокращается 700 раз в минуту. Как зовут твоего зверька? Моего зверька зовут Микки. Я его назвала, Микки назвала так, потому что я очень сильно люблю персонажа Микки Мауса. А сколько живет твой питомец с тобой? Микки живет у меня примерно неделю. Мы его купили совсем недавно. А почему именно крыса? У моей лучшей подружки есть точно такой же питомец. Она мне присылала видео и фото с ним, и мне он очень сильно понравился. Я попросила маму, чтобы она мне купила точно такого же. За ним вообще несложно ухаживать, убирать клетку, менять воду и корм. А что тебе дает общение с ним? Когда я прихожу со школы, я рассказываю Микке, что у меня там произошло. Меня это очень сильно успокаивает. А чем питается твой зверьок? Я кормлю Микки специальным кормом, фруктами, овощами и иногда хлопьями. А сложно ли тебе было найти общий контакт с ним? Ну, поначалу он очень сильно боялся, а сейчас уже легче. Зубы крысы растут всю жизнь, поэтому они все время что-то грызут для их стачивания. Крыса может легко перегрызть бетон или металл. Крысе требуется всего 50 миллисекунд, чтобы понять, откуда идет запах. А еще крысам тоже снятся сны. Я с ним еще играю в игру «Райское наслаждение». Я ему даю в лицо, он закрывает глазки, ну и кайфует. Лолита, спасибо тебе за интересный рассказ. А Мике отдельное спасибо за то, что принял участие в нашей программе. Мы познакомились с крысой Микки. Мне очень понравился этот зверек. Надеюсь, вам тоже. Репортаж вела Амина Хосонова, корреспондент Расика. На этом наш выпуск подходит к концу. Ну и, конечно же, я хочу поздравить всех женщин и девочек с этим замечательным днем. А, точно! Меня же папа ждет! Я побежал поздравлять маму. Пока! ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...